Здравствуйте! В эфире новости на пятом канале, в студии Екатерина Коптева. В самом начале коротко о главных темах выпуска. Стоит поспешить с выбором. Родителям будущих первоклассников предлагают подать документы на зачисление детей в школы. Обстановка стабильная. Ермагомбет Буликпаев проинспектировал паводкоопасные участки Карагандинской области. Не выплатили компенсацию. Прибывшие в Караганду пассажиры опоздавшего поезда так и не смогли получить положенную компенсацию. Встреча титулованных спортсменов. Карагандинцы Никита Абдрахманов и Дарья Балабаюк вернулись с чемпионата мира по тяжелой атлетике. Родителям будущих первоклассников предлагают подать документы на зачисление детей в школы. Сделать это можно на портале ЕГОВ или в самих школах. Выбрать можно любую, но только одну. Сделать это, в том числе пройти медосмотр, нужно успеть до 1 августа. Какие школы в Караганде переполнены и почему стоит поспешить с выбором – в сюжете Людмилы Батюшкиной. На сегодня по Казахстану порядка 170 школ работают в трехсменном режиме. Большинство таких учебных заведений на юге Казахстана, например, в Алматы их 59, в три смены учатся почти 300 тысяч детей. В Караганде трехсменка осталась только в лицее имени Алтанцарина, бывшем 101-м. Но здесь вместо 1200 детей по проектной мощности занимается почти 3000 учеников. Только пятых классов здесь 12. Новые дома строят, почему в микрорайонах не строят новые школы? Это же и легче педагогам же, правильно? В вторых классах он учится, у него второй «З». Ну, конечно, это неудобно, потому что я все понимаю, демографический взрыв. Но детям самим некомфортно, они толкают друг друга. Это же дети. Тут даже взрослые иногда стадное чувство на нас действует, и мы готовы раздавить друг друга. Раньше заходила спокойно в двери, а сейчас невозможно даже. Конечно, новую школу мы хотели бы, потому что она явно переполнена, очень много детей. Район очень густонаселенный, и, конечно, хотелось бы большую новую школу, допустим, вот в этом районе тоже. Чтобы разместить все классы, в лицее используют все возможные помещения. Многоэтажки на юго-востоке растут как грибы, школы за ними не успевают. По городу каждый год в первые классы идет на 1200 больше учеников, чем раньше. Тяжело работать в смысле того, чтобы организовать внеурочную деятельность детей, и с ними вне-классные мероприятия проводить очень тяжело. Потому что смены за сменой сразу идут. Тяжело выдерживаться интерногенические нормы. Там буквально 20 минут, полчаса на санобработку класса, и следующий класс заходит. Только за последние три года число трехсменных школ в стране выросло на треть. В этом году по подсчетам Минпросвета по Казахстану за парты сядут еще 400 тысяч первоклассников. В Караганде больше 8 тысяч. Чтобы решить проблему, правительство запустило национальный пилотный проект «Комфортная школа». До 2025 года планируют построить 401 современную школу на 840 тысяч учеников. Из них 8 в Караганде. Вы знаете, в период ковида был демографический бонда. И по нашим прогнозам, ближайший к 2025 году, если не предпринимать таких серьезных мер, то у нас дефицит ученических мест составит порядка более 1 миллиона мест. И в этой среде по поручению главы государства с этого года реализуется национальный проект «Комфортная школа». Нацпроект разработан с учетом и проведенных расчетов прогнозного, имеющегося дефицита и прогнозного дефицита. Чтобы разгрузить лице Элтон-Царина, рядом построят начальную школу и еще три в микрорайонах Кунгей и Жанаудан 1 и 2. Строительство двух из них начнется в этом году. Уже сейчас родителям будущих первоклассников нужно позаботиться о прохождении медосмотра. Летом будут отпуска у врачей и очереди и подать документы в выбранную школу. Людмила Батюшкина, Данил Заславский, 5 канал. Обстановка стабильная. Активных паводковых процессов не наблюдается. Ермагамбет Буликпаев проинспектировал паводкоопасные участки Карагандинской области, совершив облет подверженных процессу территорий. 25% из них все еще покрыто снегом. Ирина Вобещевич с подробностями. Аким Карагандинской области Ермагамбет Буликпаев с начальником ДЧС Амуратом Катпановым совершили облет поводкоопасных участков Каркаралинского, Бухаржираусского, Шицкого и Абайского районов по руслам реки Нура и Ширубай-Нура. Были обследованы гидротехнические сооружения, земляные валы и дамбы рядом с населенными пунктами. В Карагандинской области паводковая обстановка остается стабильной. По данным космомониторинга, на сегодня 25% территории региона покрыто снегом. Обстановка стабильная. Активных паводковых процессов не наблюдается. Космомые температуры, они хорошо повлияли. Вот и осадки прошли в начале марта, они повлияли на быстрое такое снеготаяние. Скажем так, идет активная фильтрация снега, таяние. И после чего будет осеннее увлажнение, как КАЗ-Гидромет давал, тоже было ниже нормы. Это все способствует тактику снеготаяния активных разливов. И большого объема поступления воды на реках не отмечается. Остаются покрытые снегом северные территории Актагайского и Шетского районов, юго-западной части Бухаджираусского района, западная часть Асакаровского и небольшая часть северо-восточной стороны Нуринского района по руслу реки Нура. Возможно, на следующей неделе как раз и все эти активные весенние процессы завершатся. На следующей неделе стоит положительная температура, днем до 17 градусов. На реках области проведены работы по дроблению, бурению и резкой льда. Всего охвачено 17 участков общей площадью 7 тысяч квадратных метров в Бухаджираусском, Асакаровском, Актагайском и Каркаролинском районах. Завершена расчистка 4845 водопропускных труб, 187 километров, каналов и арыков, 463 мостов. Проведена нарезка 143 километров водоотводящих траншей. Сбросы воды из Амаркандского и Интумакского водохранилищ проводятся в штатном режиме. Противопаводковые работы продолжаются. Ирина Вобещевич, Наталья Заяц, 5 канал. Рост цен на бензин и дизель – трудный, но необходимый шаг для стабилизации рынка ГСМ. Цены на бензин и дизтопливо вырастут в Казахстане. Минэнерго сделала заявление. На бензин самых ходовых марок АИ-92 и АИ-93 цены вырастут со 182-187 в зависимости от региона до 205 тенге за литр. Рост на 11%. А цена на дизель составит 295 тенге за литр. Сейчас в зависимости от региона цена варьируется от 230 до 260 тенге. В среднем рост 20%. Отменяется региональное разделение. Цена будет одинакова для всех областей и городов. Вместе с тем, по словам главы ведомства, для сельхозпроизводителей изменение цены на дизтопливо в период весенних полевых работ не ожидается. Повышение цен делается для снижения ценовой разницы между Казахстаном и соседними странами. Уже в этом году мы можем столкнуться с дефицитом в объеме до 850 тысяч тонн. Если раньше дефицит частично перекрывался за счет наращивания объемов производства, то сейчас наши нефтеперерабатывающие заводы работают на пределе своих возможностей. В ближайшие 6 лет существенно увеличить производство дизельного топлива и других ГСМ физически будет невозможно. Почему 6 лет? Потому что это время для реализации проекта расширения Шымкенского НПЗ. Это займет определенное время. Фактически это новый завод на 6 миллионов тонн будет построен. Таким образом, Казахстан своим дешевым топливом сегодня фактически субсидирует экономике других стран в ущерб собственным национальным интересам. Объясняя рост цен, Акчулаков сообщил, что отрасль инвестиционно непривлекательна. В результате мало кто инвестирует даже в нефтедобычу, не то что в переработку. В связи с этим страна должна постепенно перейти к рыночным ценам. Текущая мощность трех крупных НПЗ составляет 17 миллионов тонн в год. За последние пять лет производство бензина выросло почти на 70% до 5 миллионов тонн, а дистоплива на 30% до 5,2 миллионов тонн. Однако, несмотря на рост в стране, в прошлом году ощущалась острая нехватка в некоторых регионах. Пришлось перекрывать дефицит за счет дорогого импортного топлива. С текущими ценами, сколько бы мы не увеличивали производство ГСМ, его всегда нам будет не хватать. Второе. С такой разницей в ценах переток в соседние страны как был, так и будет продолжаться. При этом объемы перетока будут только увеличиваться. Никакие ограничительные меры дадут 100% должного эффекта. Третье. Сохранение диспоритета цен на ГСМ создаст стимулы для работы теневого рынка и наносит ущерб национальным интересам нашей страны. Четвертое. Низкие цены на ГСМ не дают возможности привлекать инвестиции и развивать нефтегазовую отрасль в целом, а также проводить геологоразведку и восполнять ресурсную базу. По ожиданиям Акчелакова данные цены вступят в силу 12 апреля 2023 года после обсуждения в открытых НПА. Ирина Вобещевич, Наталья Заяц, 5 канал. Тридцать два сельских населенных пункта преобразятся в этом году за счет реализации спецпроекта АУЛ Ель-БСГ. Зачастую это будет ремонт дорог и строительство социально значимых объектов. На общественном совете в этот раз обсуждали вопросы развития сел и достижения целевых индикаторов по улучшению качества жизни населения. Подробности расскажет Антон Александров. В поселке Топар построят физкультурно-оздоровительный комплекс на 100 мест, а в поселке имени Габидена Мустафина на 320. Работы уже ведутся в рамках спецпроекта АУЛ Ель-БСГ. Так в этом году в селе Гагаринском будут вести работы по пристройке к существующей школе четырех классных и столько же дошкольных кабинетов, спортзала и столовой. На 2023 год в рамках проекта АУЛ Ель-БСГ планируется охватить 32 сельских населенных пункта с численностью 43 405 человек, в том числе 17 опорных и 15 спутниковых на сумму 5,5 миллиардов тенген. В пяти селах и поселках Хабайского района в этом году проведут средний ремонт асфальтного покрытия. Это поселок Южный и одноименное село. Село Юбилейное, Жон и Кулайгыр. Между тем в Бухожраусском районе восстанавливать асфальтное покрытие примутся в селе Бутакара, Щещенкарау, Муткер, Кернейту, Гыскудук, Ростовка и Гагаринское. В Нуринском районе эти же работы запланированы еще в восьми селах. За счет проектов, реализованных в рамках спецпроекта АУЛ Ель-БСГ уменьшилась потребность в объектах образования. Так с начала реализации спецпроекта была потребность в четырех объектах образования, сейчас снизилась до двух. Оставшаяся потребность будет решаться поэтапно в рамках национального проекта «Комфортная школа». 20 миллионов тенге потратят в этом году на реконструкцию водопроводных сетей села Трудовое Бухожраусского района. А вот в Осокаровском районе проведут реконструкцию школы номер 28 в селе Акбулак и капитальный ремонт домов культуры в селах Батпак, Садово и Озерное. На это уйдет почти 394,5 миллиона тенге. Главная цель проводимых преобразований – это улучшить инфраструктуру села и достичь параметров системы региональных стандартов. Антон Александров, Оксана Митюхина, Николай Шевелев. Пятый канал. Спонсор выпуска новостей – Карагандинский ферросплавный завод «Уай-Ди-Ди». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Не выплатили компенсацию. Прибывшие в Караганду пассажиры, опоздавшего на несколько часов поезда, так и не смогли получить положенную по закону компенсацию. Почему так получилось, выясняла Ирина Вобещевич. Изначально выбрали скоростной поезд, чтобы быстрее доехать, так как я с ребенком планировала сесть вечером и утром быть уже на месте. Но вместо этого нас ждало разочарование. Мы приехали на вокзал, на табло уже было написано, что поезд задерживается на два часа. Все произошло на выходные. Алена добиралась до Караганды из Алматы, и потом поезд еще задержали на более чем два часа. В итоге четыре часа и восемнадцать минут она провела с ребенком, как и другие пассажиры на вокзале. Проводник в поезде сказал пассажирам, что они имеют право возместить стоимость билета в размере трех процентов за каждый час. Поезд задерживается. Имеет право пассажир от стоимости билета три процента взять. Но не на этот раз, а после того, как поезд прибыл в Караганду, пассажиры направились к дежурному, который поставил печати на билете, что поезд пришел с задержкой. Однако в кассе заговорили о причинах задержки, и в итоге все списали на погоду, и людям ничего не вернули. Так только Алена могла получить около полутора тысяч с билета, стоимость которого 12 тысяч за скорость. Вместе с Аленой десятки, если не сотни людей, могли получить законную компенсацию или так называемый штраф за опоздание пассажирского поезда, предусмотренный пунктом третьем статьи 80-й законы Республики Казахстан от 8 декабря 2001 года о железнодорожном транспорте и приказом министра по инвестициям и развитию от 2015 года за номером 545. Но люди либо не информированы, либо не хотят возиться, либо все же пошли воспользоваться законным правом, но получили отказ. 3% закажут сейчас задержки в случае, если это было по вине железной дороги. Но погодные условия – это, получается, безопасность пассажиров. Погодные условия по вине железной дороги, они не относятся. И к этому случаю они не квалифицируются. По вине железной дороги – это когда у нас были ноябрьские, декабрьские события, когда у нас был сход трудового состава. А по погодным условиям мы не возмещаем, потому что погодные условия – это, получается, безопасность пассажиров, которая от перевозчика не зависит. На Сарашагане был штормовой ветер, в связи с чем было перекрыто движение поездов. Около 10 поездов, проезжавших станции Сарашаган, были задержаны, говорят, в столичном отделении КТЖ. И именно оттуда было распоряжение не производить выплаты пассажирам. Меж тем, в законе о ЖД транспорте, как и в правилах перевозок, нет ни единого слова о делении причин задержки на технические или погодные. По всем причинам, если задерживается, возвращают деньги? Да. Нет там погодные, технические? Нет, 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 есть опознание сразу. Более того, если задержка поезда составит свыше 6 часов, то пассажирам еще и должны предоставлять бесплатное питание в вагонах-ресторанах. Ирина Вобещевич, Серик Тугаев, Наталья Заяц, 5 канал. Ученики Мартбека Токмерзе провели вечер сатиры по случаю Дня смеха. Почему ты улыбаешься? Такое название носил областной фестиваль «Конкурс», прошедший в Доме дружбы. Подробнее в сюжете. Фестиваль юмора традиционно проводится каждый год в память об известном писателе-сатирике, журналесте и педагоге Мартбеке Токмерзе. В этот раз заявки на участие поступили со всей области. Возрастных ограничений не было. Сегодня приехали на такой фестиваль-конкурс имени Мартбека Токмерзеева. Я думаю, что этот конкурс дает начало для многим начинающим юмористам, в том числе и для стендаперов, которые только-только выходят на сцену, молодые. И стендап – это такой жанр, который сейчас набирает такую популярность, что и взрослые, и молодежь, и средневозрастная категория – они все вовлечены в это. Ежегодный фестиваль-конкурс проводится на государственном языке. Он включает две номинации – стендап и приветствие. Команды должны рассказать о проблемах общества с помощью юмора. Жюри оценивает юмор, актерское мастерство, сценическую культуру, образ и культуру речи выступающих. Сегодня собрались достойные конкурсанты. Всем желаю удачи и всем победы. Да, я являюсь участником этого конкурса. Я выступаю в жанре монолог – стендап. По итогам фестиваля конкурса гран-при достался команде ровесники из Высшего политехнического колледжа. Первого места было удостоено команда «Ахахай» из Каркаролинского района. А второе место заняла команда «Хэт-3» города Караганды. Таймирис Легобылова, Оксана Медюхина, Николай Шевелев. Пятый канал. Радостная встреча титулованных спортсменов. Карагандинцы Никита Абдрахманов и Дарья Балабаюк накануне вернулись из Албании с призовыми медалями. Спортсмены успешно выступили на прошедшем чемпионате мира по тяжелой атлетике. На перроне их встречала наша съемочная группа. Несмотря на раннее утро, уже до вокзала Караганды только самые родные и преданные фанаты. Руководители родной альмаматор чемпионов от областной комплексной спортшколы и подрастающая молодежь города – будущие продолжатели спортивных побед. Мы очень рады, ждали этого дня с нетерпением и несомненно мы были как бы уверены, что наши спортсмены вернутся с медалями. И это для нас большое достижение, для нашей школы, для всей Карагандинской области. А вот и они Никита Абдрахманов, абсолютный чемпион по тяжелой атлетике и бронзовый медалист Дарья Балабаюк, которые буквально вчера сражались за звание сильнейших в городе Дурес в Албании. И вот кадры, вызывающие неподдельную гордость. В весовой категории до 102 килограммов Никита в сумме поднял 369, рывок 164, толчок 205. В итоге победное золото. Никита Абдрахманов, Казахстан. Подготовка была очень тяжелая, очень тяжелая морально именно. Мы готовились около трех месяцев. Мы 12 января как уехали на сборы, так вот только попали домой. Была очень тяжелая подготовка, по три тренировки в день. Мы тренировались шесть дней в неделю. Мы приехали, показали свой результат, отработали налегке и забрали три золота и приехали домой. В состязаниях принимали участие 256 юношей и 248 девушек из 54 стран. От Караганинской области в состав сборной Казахстана вошла Дарья Балабаюк. Карагандинка завоевала бронзовую медаль в рывке. Дарья Балабаюк, Казахстан. В прошлом году воспитанница областной комплексной спортшколы заняла третье место в рывке на чемпионате мира по тяжелой атлетике среди юношей и девушек. И второе в толчке на первенстве Азии. Все соревнования, по мнению Дарьи, ведут ее к дальнейшим успехам. Первые мои мировые старты, я выходила очень волновалась, меня все трясло, но сейчас я более с опытом, более уверенно подходила к помосту и поднимала штанг. Я в принципе довольна всем, дальше больше, будем стараться еще лучше. Сейчас у призеров небольшой отдых, а затем подготовка к летней спартакиаде, которая пройдет в Алматы в конце июня и к чемпионату Азии в Индии среди юношей, девушек и юниоров. Женский чемпионат Казахстана по хоккею с шайбой. Зрелищно, красиво и по спортивному горячо. Сейчас турнир в самом разгаре. Определяются победители и самые сильные игроки. Наш коллега Роберт Граф побывал на одном из матчей и увидел, на что способны хрупкие хоккеистки. Пять команд из Астаны, Алматы, Усть-Каменогорска и Караганды. Последний город, дебютант соревнований, площадка четвертого тура, а также создатель команды Юность Грация. Это впервые в истории карагандинского хоккея, где участвуют женские команды. Мы прошли путь 4 года обучения, тренировок. То есть мы считаемся как самой молодой командой в этой лиге. И возраст наш средний 14-16 лет. Мы несколько месяцев готовились, отрабатывали всякие тактические упражнения. Но несмотря на все усилия, в этот раз юность уступила более профессиональным командам. Спорт есть спорт. Главное это участие, воля к победе и поддержка зрителей, которые всегда горой за своих фаворитов. Игры прошли отлично. Было очень интересно смотреть за этими играми. Девочки все бились очень до последнего. По всем командам было видно, что они очень старались за победу. Эмоции просто зашкаливают. Все команды бьются до победного, до последнего. Победит сильнейший. Я очень люблю хоккей. Это супер зрелище. Игры довольно-таки зрелищные. Девочки показывают уровень. Очень хорошо играют на уровне. То есть очень высокий уровень именно женского хоккея в Казахстане. Который сегодня развивается поистине скоростными темпами. Благо, площадок для этого достаточно. А главное показать, что в женский хоккей можно и нужно играть. И в Караганде для этого сделаны все условия. Направление тренировок. Развитие детских таких качеств, которые присущи хоккеистам. Это скорость, быстрота, ловкость. Обучаем также техники владения шайбой, техники катания. Это особые качества, которые нужны для хоккея. Финальная игра состоится 7 апреля. После чего пройдет церемония закрытия с награждением победителей. Не пропустите. Будет интересно. Заяц, Пятый канал. Дорогие господа, это исторический момент. Широкая гамма моделей запасных частей и аксессуаров Киа. Профессиональная консультация специалистов. В Караганде состоялось грандиозное открытие официального дилерского центра Киа Бахус. Первого в Казахстане дилерского центра формата 3С в новой концепции бренда Киа. Два года ушло на то, чтобы построить автоцентр в 4,5 тысячи квадратных метров. Автоцентр уникальный в своем роде. Разделен на три блока. Первый блок, как вы видели, это Киа Бахус. Второй блок – это новый китайский бренд Джетур. Плюс автомобили с пробегом будут продаваться во втором блоке. На втором этаже расположены офисы для сотрудников. И третий этаж – это тоже единственный в Караганде проект. Это Invictus Go фитнес-центр. Компания-автоцентр Бахус, которая на рынке автомобилей уже более 15 лет, официальный дилер пяти брендов Chevrolet, Jack, Lada, Jetour и Kia. Компания социально ориентирована и заботится о сотрудниках. Штат составляет более 150 человек. В фитнес-центре Invictus мы для своих сотрудников сделали 50-процентную скидку. Обладают 30-процентной скидкой на ремонт своего автомобиля. Беспроцентные безалоговые кредиты на покупку квартиры. Рассчитываем бесплатное питание. Бренд Киа представлен 12 моделями. Действует программа льготного кредитования, а также программа обмена своего автомобиля на новый трейд-ин. Компания-автоцентр Бахус сотрудничает со всеми банками без исключения. Обеспечивается качественное сервисное обслуживание и ремонт автомобилей. Этот автосалон является уже пятым по счету в Караганде, который он запускает. Он создает рабочие места, вносит вклад в бюджет города, в бюджет области. Автомобили, которые здесь реализуются, они казахстанские сборки. Официальный дилер Киа в городе Караганда автоцентр Бахус расположен по адресу улица Карибуза, Шектыбаева, строение 40. Это была последняя информация выпуска. Спасибо, что оставались с нами. Увидимся завтра. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин